всем 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 привет дорогие друзья и вот долгожданный и внеплановый обзор на трейлер контрабандисты для нового дополнения gta 5 который выйдет 29 августа трейлер вышел буквально пару часов назад я несколько раз его смотрел и в этом ролике в этом коротком ролике подробно давайте посмотрим и уточним и будем знать что же нас ждет какие транспортные средства и на что стоит обратить внимание мы будем смотреть это в формате лайва то есть я буду включать трейлер и указывать на некоторые детали которые я увижу ну я уже его смотрел повторюсь и укажу на эти моменты ну возможно немного виде видеомонтажа вначале нас встречает это как можем видеть ангар обновление контрабандисты делает упор на авиатематику на авиатехнику скорее всего это очередная работа с бизнесами такие как торговля оружием это торговля спортивными машинами мото клуб это очередной режим контрабанда я думаю связан в принципе по работе с самолетами и на первом кадре мы уже видим несколько моделей новых самолетов здесь мы видим титан он уже у нас в игре есть луксор золотой скорее всего и начинаются интересные новые самолеты какой-то вот легкий одноместный скорее всего реактивный самолет потом вот этот вот самолет с красным носом похож на в самолет и холодной войны что из советских что американских сторон далее мы видим какой-то небольшой легкий скорее всего какой-то скоростной быстрый вертолет который увидим много погодя в трейлере вот я его мышкой подсвечиваю обвожу потом вот здесь вот видим некое подобие на растлер самолет второй мировой войны который был в гтс нандрес если вы помните и кстати именно проб вот этого растлера так называемого самолета второй мировой войны с пулеметами модель была добавлена в игру несколькими месяцами ранее и порталы сайты и модеры они проверили и объяснили это тем что это лишь проб как модели вроде как модель наблюдения то есть и вот сейчас мы видим что это модель наблюдения уже превратилась в самый настоящий самолет далее если разглядывать то за вот этим вот красным самолетом стоит какой-то еще новый самолет это какой-то двухмоторный тут нам рассказывают что мы будем очередной товар куда-то доставлять но только уже посредствами авиатехники здесь я так понимаю вот эти вот самолеты у нас уже есть в игре если не ошибаюсь а вот эти вот с раздвоенным задним хвостом такого у нас нет и это новинка впереди летит тоже новый самолет как я вижу у него необычная нижняя часть необычное дно скорее всего какой-то перевозимый отсек и возможно будет как раз таки там и посидеть ну может быть это будет резко реализовано только в миссиях каких-то вот здесь у нас тоже мы видим хорошо это летают обычные истребители скорее всего которые уже есть в gta-5 и которые на форте за анкуда у нас стоят тут мы можем разглядеть эти самые растлеры может быть он будет называться растлер может быть он будет называться как-то иначе но вот факт в том что это самолет второго мировой войны и у на нем есть пулемет вы это отчетливо видите вот они факт в этом есть смотрим дальше вот значит видео нам показывать что эти самые самолеты в пух в пух и прах разорвали эти современные истребители да как я говорю вот реактивные самолеты 60-х годов 70-х холодной войны как раз таки вот они нам тут и показываются ну сзади мы видим тот самый винтовой самолет с двумя парами винтов с какой-то графиткой что ли да вот как раз таки тот самый самолет ну такой компактный пассажирский скорее всего будет сзади четыре места или два не знаю пулемет опять же у него впереди мы можем заметить у него есть пулемет все это у нас стреляет и воюет кстати вот тут вот наконец-таки самых первых фрагментов самых самых первых трейлеров по gta 5 с бета-трейлеров 2013 года в трейлерах фигурировал вид столет hunter которого не было в игре сейчас мы увидим на наших экранах это тот самый hunter который был вайсити в gta снандрес который наконец-таки появляется у нас в gta 5 и вот они модель была в игре но скорее всего его ввели сейчас по той причине потому что всю технику которая была скрыта или вот этот помните ограниченный пакет dlc который для вернувшихся игроков это все сейчас открывается и дается до тех пор что игра уже как ну подходит к своей логической концовке то есть рано или поздно тот контент бы открыли и рано или поздно те транспортные средства которые были у них так сказать в первых версиях они реализовывают то есть ну как бус все 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 подходит уже к концу вот и у нас добавлен наш hunter машину для убийств до здесь hunter тоже пролетает как мы видим вот один и второй по взрывам понятно что они стреляют ракетами и пулеметами но у нас саваж был подломный до помещение с контрабанды у нас здесь есть такое же как и складские помещения все это нам уже знакомо да тоже картины кстати вот этот самый вертолет у нас был в gta 4 эпизод from liberty city забыла то в гейтоне этот вертолет кажется ворвал вагон я не знаю как в gta 5 по сюжету но вот в онлайне он тоже появляется что очень здорово и какие-то будут миссии по перевозке также таких контейнеров здесь демонстрируется легкий вертолет о котором я сказал в начале он скорее всего без оружия только видимо может сбрасывать какие-то грузы легкий грузовой вертолет который видимо компактный и очень быстрый я так понимаю да вот вы можете смотреть какой маленький что двигатель прямо у него в кабине а хвост это всего лишь а нет впереди все таки можно разглядеть еще и пулемет этот маленький вертолет еще и зубастый оказывается да вот продолжение растлеров и истребителей а здесь у нас самолет который я так понял они были в начале и его охраняли по бокам еще другим самолет и здесь мы видим турель которая стреляет я так понял назад может быть еще и вперед и этот самый отсек где что-то наверное может храниться или перевозиться а вот этот люк он открывается откуда я так понял выбрасывается груз а может быть можно будет и выпрыгивать на транспортных средствах до там выбросился груз вот еще один новый самолет которого вот тот самый раздвоенный задний хвост который охранял большой самолет на одном из первых кадров и турель второй пилот у нас будет отвечать за турели скорее всего она будет вращаться по всему кругу очень здорово даже реализовано да вот видим как это все работает у него два пулемета стоят сразу говорю вероятно новые модификации оружия да мы видим новый необычный ствол или скорее всего это модификация для старых винтовок которые будут доступны с этим обновлением ну вот такие парапланы да с колесами которые с одним сзади винтом только не понимаю зачем у них нет посмотрите не пулемета ничего не знаю для чего они вот такие вот парапланы хорошее разнообразие ассортимент будет в магазине покупки транспортных средств летных летных да целая война в небе но этот вертолет уже есть чинок у нас был здесь у нас ничего нового пока что я вижу только insurgents и модернизированный и модернизированные из обновления торговли оружием ничего нового здесь я не нашел тут все тоже те же самые ростлеры и истребители как они хорошенько прибивают эти истребители показывают что они будут тряпочные интересно маркетинг да и этот самолет который с разделенным сзади винт хвостом я так понял он еще сбрасывает мины мы сейчас это видели вполне прикольная опция можно так пролететь и разводить парочку врагов которые находятся под тобой ну да сорвали самолет и улетели красные цвета может быть их как-то можно будет даже модернизировать или тюнинговать что сейчас модно в gta 5 стало это мы узнаем уже с релизом на дополнение до 29 августа на своих игровых компьютерах и мониторах мы увидим это обновление ну что ж все на этом все обзор подошел в концу посмотрим через пять дней через четыре дня уже что нас ждет какие самолеты какой тюнинг самолетов какие новые может быть оружие нам дадут или не дадут посмотрим что нас ожидает все спасибо всем за просмотр это такое экстренное видео внеплановое всем пока увидимся в следующих роликах все пока пока я и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok